Всем привет! С вами канал Smart Life и сегодня я вам расскажу о доропрочном смартфоне для настоящих мужиков iManVictor S стоимостью в 130 долларов, который является бюджетным решением удачного смартфона iManVictor за 210 долларов. Я раньше думал заказать старшую модель, но 210 долларов, блин, дорого для меня, поэтому я был очень рад появлению этой модели и сразу заказал ее на обзор. Ссылки на надежных продавцов, лучший кешбек-сервис для Алиэкспресса EPN с подробным видеоуроком, как обычно, внизу в описании. Но мы начнем с комплектации. Как видите, поставляется вот такой вот черной коробочке, очень презентабельный внешний вид, смотрите, смотрится внутри. Смотрите, как у нас запечатан телефон, красный бархат, красный бархат, телефончик, смотрите, как достается. Шикарно, шикарно все запечатано. Вот, знаете, комплект поставки, вот именно их сама коробочка имеет очень презентабельный внешний вид. Смотрите, как у нас достается остальная часть не вот здесь, а вот таким вот образом. Это, конечно, тоже круто меня порадовало. Что у нас здесь в нашей присутствии? Тут у нас есть защитная пленочка, смотрите. Сразу хочу сказать, была наклеена транспортировочная, и я ее снял, и никакой больше защитной пленки у нас не наклеена. То есть, придется самому клеить вот защитную пленочку. Потом инструкция, смотрите, на английском языке разобраться можно. Жалко, конечно, что на русском нет, но все равно, как бы, инструкция есть уже хорошо. Потом зарядное устройство на 2 А. Это действительно так, выдают 2 А, то есть, честное зарядное устройство, это уже хорошо. Потом USB-шнурок, видите, немножко удлиненный, потому как тут у нас, ну, сами понимаете, ударопрочные, тут большое количество. То есть, стандартный USB-шнурок не подойдет, только вот такой вот специализированный, удлиненный. Потом, дальше, наушники довольно-таки неплохого качества, небюджетные, я вам хочу сказать. Как видите, это не просто наушники, они у нас такие стильные. Это у нас также и гарнитура, то есть, можно отвечать на микрофон, тут у нас микрофон. И также регулируется громкость наших наушников, довольно-таки круто, то есть, наушники хорошие, небюджетные, это тоже ощущается. И вот, смотрите, вот такой вот у нас, такая вот отверточка, смотрите, вот видите, можно у нас на магнитике, там неодимовый магнитик присутствует, то есть, держится. Можно, сюда вот здесь, с другой стороны, пусто, не знаю, может быть, болтики ложить, а может быть, дополнительно еще вот такой вот вставить, там, не на плоскую отвертку, а на крестик. Можно поставить дополнительно и, как бы, вот, пользоваться. Довольно-таки классный комплект поставки, видите, здесь у нас тоже черный бархат, все смотрится очень презентабельно. В общем, комплект поставки меня порадовал. Смартфон выходит только вот в таком вот черном цвете, диагональ составляет 5 дюймов с HD-разрешением, спереди стоит ударопрочное стекло Gorilla Glass 4-го поколения. В нижней части у нас расположились три сенсорных кнопки с небольшой подсветкой, отверстие под разговорный микрофон, в верхней части отверстие под наш разговорный динамик, фронтальная камера, различные датчики. И также настраиваемый семицветный индикатор событий, он здесь присутствует, смотрите, есть, все в порядке, это хорошо. В нижней части у нас, как видите, удлиненные, еще раз вам напоминаю, отверстие под микро-USB-шный разъем, и в верхней части удлиненное отверстие под стандартный джек для наушников 3.5. С левой стороны кнопочка SOS, то есть можно определенный номер настроить на вызов, либо сообщение. И также у нас push-total, то есть эта кнопочка запускает рацию, находясь в единой беспроводной сети, можно разговаривать с друзьями через приложение Zello. С правой стороны у нас качелька громкости и кнопка включения-выключения. Кнопочки у нас все выполнены из металла, и это у нас тоже металл, никакая у нас не пластмасса. Значит, сзади у нас расположилась основная камера, два светодиода для вспышки, отверстие под дополнительный микрофон для шумоподавления. Тут у нас, как видите, тоже два отверстия для датчика давления воздуха, это тоже хорошо. Как видите, вроде бы как сканер отпечатков пальцев, но на самом деле нет, нифига, его здесь нет. Я в настройках все перелазил, на 4PDA тоже искал. Походу, это такая вот хитрая обманка. Конечно, не знаю, может быть, какое-то обновление придет, и он вдруг появится, но что-то, мне кажется, вряд ли. В общем, буду открывать спор, не знаю, не знаю. Но, в общем, некоторые продавцы действительно указывают, что здесь сканер отпечатков пальцев нет. Теперь, как видите, сзади у нас также расположилась перфорация под наш основной динамик. Это у нас такая вот, знаете, прорезиненная пластмасса, это у нас обычная пластмасса. Что мне понравилось? Что мне понравилось? То, что, когда мы откручиваем здесь, не нужно переживать за наши болтики. То есть, болтики у вас не потеряются, не потеряются. Почему не потеряются? Потому что тут они у нас, видите, закреплены. То есть, это уже уверенный плюс. Как видите, снимается крышка. Здесь у нас два слота под микросин и один слот под микро-SD карточку. Смартфон, как вы понимаете, у нас суперопрочный, водонепроницаемый. То есть, как бы, ну, как бы на глубину до метра он водонепроницаемый. Вы знаете, посмотрел в интернете, действительно, да, многие окунают его в воду. Никаких у нас проблем с ним нету. Ну, как бы, не на сильно большую глубину. Значит, это у нас прорезиненный пластмасс. То есть, здесь точно у нас ничего не треснет. Это хорошо. Вы знаете, вот это металл тоже довольно-таки хорошо. Габариты нашего аппарата составляют 76 миллиметров на 155 при толщине 13,8 миллиметра. И весит он всего лишь 228 грамм. Довольно-таки немного для своей такой вот категории. Давайте для сравнения я вам покажу Xiaomi Redmi 4 Prime. Смотрите, не на много-то он у нас и больше, я вам хочу сказать. Конечно, по толщине, естественно, больше. А вот у нас Oukitel U20+. Смотрите, Oukitel даже по габаритам немного больше. То есть, вы знаете, в руке он лежит довольно-таки удобно. Удобно. Мне нравятся такие вот скошенные края. И собран он качественно из качественных материалов. Но ощущается, что не бюджетник у вас в руке. Телефон работает под управлением шестого андроида с поддержкой беспроводного обновления. На момент записи видео пока обновлений никаких не приходило. Значит, прошивка у нас мультиязычная. Перевод на русский процентов на 99. Как видите, тут у нас различные умные фишки с скриншотными пальцами на русский перевели. Потом умные жесты тоже, видите, присутствуют на русском языке. Разблокировка двойным тапом. Бесконтактное управление музыкой тоже присутствует. Это хорошо. Вот настройка нашей кнопочки SOS. Можно настроить ее. Вот наш индикатор событий только здесь не перевели. В остальном все на русском языке. Видите, он у нас семицветный. Это хорошо. То есть, можно настроить, что у нас, звонки, сообщения. Это, ну, как бы уверенный плюс. Также тут у нас присутствует Wi-Fi монитор. Тоже уверенный плюс. И смотрите, режим в перчатках. Давайте проверим. Сейчас я включу, специально возьму перчаточки. Перчаточки. И проверим, проверим. Оп. Работает. Работает, друзья. На самом деле, только в специализированных перчатках. В обычных же, естественно, нифига не работает. Я не знаю, что это за режим за такой. Ну, такое. Может быть, кто знает, напишите в комментариях. Что вам еще сказать? Смотрите, вверху вот таким вот образом выглядит наше меню. Иконки все находятся на рабочем столе. Но, как бы, можно создавать папочки. Таким вот образом заметно почистить наш рабочий стол. Play Market предустановлен. Вот у нас Zella программа установлена. Также FM Radio, которая работает только с наушниками. Также проверил телефон на вирусы. Так, где у нас вирусов? Не обнаружено. По программной части все хорошо. В Geekbench телефон набирает 584 537 баллов. Epic CDL выдаёт 37,9 кадров в секунду на ультравысоких настройках. Полчаса игры, смотрите, 37,8. То есть, тротлинг, а тут у нас никакого нет. Давайте зайдем в Antutu, посмотрим, сколько здесь набирает наш телефон. 34849. Стандартное количество баллов для нашего процессора. МТК 6735, 64-битный процессор, 4-ядерный, работающий на максимальной тактовой частоте 1,3 ГГц. Графический чип Mali-T720. Разрешение дисплея HD, предиагнали в 5 дюймов. Камера на 8 Мп, реальные 8 Мп, не интерполяция. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной 16, но изначально доступно 10,9 ГБ. Давайте проверим мульти-тач. Мульти-тач у нас здесь на 5 касаний, то есть с сенсором проблем никаких у нас тут нет. Фронтальная камера на 5 Мп. Зайдем в тест датчиков. Тут у нас, смотрите, полный фарш. У нас присутствует действительно ориентир-сенсор, он есть. Также гироскоп есть, тоже хорошо. Магнитный сенсор, то есть компас у нас присутствует. И что у нас там? Ну, как бы датчик, сейчас, так, назад. Датчик приближения, тоже реагирует корректно. И датчик освещения, тоже чувствительный, хороший датчик. То есть по датчикам у нас здесь полный фарш. Это меня порадовало. Посмотрим Wi-Fi. Как вы знаете, роутер у меня находится за тремя стенами. И смотрите, уровень сигнала, в принципе, на половинке стандартный Wi-Fi модуль. То есть проблем с Wi-Fi модулем тоже никаких нет. Bluetooth поклотили, проверял без проблем, берет через три стены. Теперь смотрите функцию OTG. Я буду так сейчас прижимать, потому что у меня не до конца длинный такой вот, видите, появилась у нас в верхнем углу, в верхнем углу, и флешка загорелась. То есть это говорит о том, что у нас функция OTG на этом телефоне поддерживается. Просто нужно переходничок такой вот мне обрезать. Ну, как бы я не стал обрезать. Ну, как бы она есть. То есть можно подключать флешку, мышку, клавиатуру и даже принтер для вывода печати. OTG это всегда большой плюс. Теперь по поводу нашего экрана. Давайте остановимся на нашем экране. Матрица у нас IPS, OGS. То есть воздушной простойки между тачем и дисплеем у нас нет. Углы обзора довольно-таки хорошие. То есть матрица мне здесь понравилась. Не бюджетного качества. Максимальный порог яркости, вот, пожалуйста, смотрите. Ну, как бы немного, не хотелось бы больше. И минимальный порог яркости, в принципе, ночью комфортно можно пользоваться. Телефон работает в 2G, 3G и 4G сетях. Значит, разговорный динамик и микрофон здесь хорошего качества. То есть никаких проблем абсолютно нет. Несмотря на то, что у нас здесь ударопрочный, водонепроницаемый. Это не сравнить там с Home HT20, где были проблемы. То есть слышно все отлично, как мне, так и моему собеседнику. Вы знаете, даже вот сравнил его с Xiaomi Redmi 3S, мне показалось абсолютно идентичным. То есть даже лучше, чем на бюджетном диапазоне динамик и микрофон. Значит, звучание в наушниках хорошее. Тоже довольно-таки качественное, хорошее звучание. То есть если у вас хорошие наушники, тогда вообще будет все круто. Теперь проверим наш внешний динамик. Оценим, насколько он здесь хорошего качества. И внешний динамик здесь тоже не подкачал. То есть он громкий, качественный. Конечно, небольшое перекрытие ощущается, но незначительное. То есть динамик здесь хорошего качества. GPS-тест телефона iMan Victor S. Значит, давайте включим GPS, проверим. Сегодня наконец-то у нас солнце вышло. Четыре дня ждал этого солнышка. Давайте посмотрим уровень сигнала. Смотрите, довольно-таки большой. У нас есть поддержка как GPS, так и GLONASS. То есть, в принципе, GPS-модуль здесь не бюджетного качества. Посмотрим на экран при прямых солнечных лучах. Ну, такой себе, не очень яркий. Хотелось бы больше запас яркости. А так, с GPS-модулем здесь все достойно. Поиграем в GTA San Andreas. Как видите, графику выставил всю на максимум. Давайте посмотрим, как телефон себя будет показывать в этой игре. Ну, вы знаете, ситуация схожая с AMD качеством 737. То есть, в принципе, конечно, играть можно, но на максимальных настройках в GTA San Andreas, но некомфортно. Для более комфортной игры лучше выставлять графику, ну, может быть, чуть выше третьего. Тогда можно комфортно будет играть. А так, довольно-таки неплохо, неплохо себя показывает телефон в этой игре. Теперь проедемся в Asphalt Extreme на максимальных настройках графики. Ну, что я вам хочу сказать. Естественно, ситуация, опять-таки, будет показывать себя аналогичным образом с процессором, это кажется, 737. То есть, на максимальных настройках, конечно, играть можно, в принципе, даже, можно сказать, комфортно, но микропризы будут проскакивать, когда мы будем проезжать в воду и там различную много там текстур трава, всякое такое, либо когда мы будем с машиной сталкиваться. То есть, телефон в игровом плане себя показывает на среднем уровне. Большинство игр, такие как Mortal Kombat X, Nova 3, Modern Kombat 5, будут идти без проблем. В танчики же на максимальных настройках вы, увы, не поиграете, только минимальные и средние настройки графики. Ну, средние, я имею в виду, без включенных теней и текстур. То есть, с играми телефон показывает себя на среднем уровне. Ну, как бы, в основном, во все игры будете играть без проблем. По поводу нагрева давайте посмотрим. Смотрите, задняя часть, вот здесь в районе сканера отпечатков пальцев нашего муляжа, порядка 31 градуса сейчас у меня намеряет. Я, конечно, не сильно долго играл. Максимальный нагрев, какой у меня был, порядка 35 градусов. То есть, немного греется, то есть, довольно-таки хорошо, можно долго, комфортно на нем играть. Проверим работу нашего фонарика, насколько он здесь яркий. Довольно-таки яркий, смотрите, два светодиода. Конечно, не мега супер яркий, но такой средний, средний уровень, неплохой светодиод. Посмотрим на нашу камеру. Камера имеет привычный интерфейс, смотрите, панорама, пейзажная, режим HDR, снимок с помощью жестов. Автофокус, ну, как бы, да, присутствует. Снимки получаются довольно-таки резкие, четкие. Сейчас можете посмотреть. Камера у нас на реальные 8 мегапикселей от Sony IMX 219. В темноте фокусироваться не нужно. Смотрите, камера сама ловит фокус, видите, сделала снимок. То есть, это уже хорошо. То есть, немножко выше среднего диапазона камера у нас. Хоть на 8, но как бы получше. Теперь по поводу нашей фронтальной камеры. Фронтальная камера на 2 мегапикселя. Это ощущается. 2 мегапикселя, смотрите, как приближает. Довольно-таки хорошо приближает. То есть, как бы, такая простенькая камера. Ну, для скайпа, думаю, будет достаточно. Далее, смотрите, примеры фото и видео. И оценивайте сами. Тест камеры телефона iMain Victor SC. Видео пишется в Full HD разрешении. Это меня удивило. Я думал, здесь будет HD. Значит, фокусировка производится тапом по экрану. Автоматической фокусировки у нас нет. Свет передача корректная. Все в порядке. Электронная стабилизация в камере присутствует. Как бы, отрабатывает так, на среднем уровне. Камера у нас на реальные 8 мегапикселей. Никакой здесь у нас интерполяции нет до 13. Ну, как бы, такая, бюджетного диапазона камера. Хотелось бы за эту стоимость получше. Заявленная емкость нашего несъемного аккумулятора составляет 4500 мА. В реальности USB-тестер показал 4284. Ну, как бы, погрешность. Пускай 4300, но все равно. 200 мА где-то нас, так, как обычно, немножко обманули. Час просмотра видео в HD-качестве посадил телефон на 10%. Час игры при средних настройках яркости, опять-таки, посадил телефон на 17%. Довольно-таки хороший результат. То есть, день гиперактивного использования он спокойно выдержит. Ну, при среднем использовании, думаю, раз в двое суток будете заряжать. iMane Vector S получился хорошо собранным аппаратом с достаточной производительностью. Кто-то скажет, дорого, да, может быть, отчасти вы правы. Тот же HOMM HT20 с аналогичным железом стоит в районе 90 долларов. Но он и рядом не стоит. Тут качество совсем на другом уровне. Вот взял в руки и понимаешь, за что заплатил такие деньги. К плюсам от TESU. Большое количество датчиков. Компас, гироскоп, семицветный индикатор событий, GPS поддержкой GLONASS, OGS-экран, поддержка функции OTG, push-to-talk и хорошую автономность. К минусам отсутствие заглушек. Вот если попадение воды на это рассчитан, телефон, то есть, как бы, она потом вытекает, ничего страшного. А вот если грязь туда забьется, придется выколупывать. Это не очень, не очень удобно. Также к минусам отнесу отсутствие сканера отпечатков пальцев. Может быть, конечно, в будущих обновлениях прошивки появится поддержка, но как-то туго верится. А вот к плюсам еще отнесу, конечно, ударопрочность, водонепроницаемость и относительную компактность. В руке лежит очень удобно. В общем, если вы выбираете смартфон такой вот категории, обязательно присмотритесь к этой модели. Большое всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе всех актуальных смартфонов из Китая. Я приступаю к следующему обзору, а вам удачи и до скорой встречи в будущем!